Здравствуйте, в эфире программа «Итоги недели». Меня зовут Владимир Антошкин. Резидент Кумертаусской территории опережающего развития компания «Ойл Тиммаш» поставила свое оборудование в Объединенные Арабские Эмираты. О доставке мобильных блоков в эту страну предприятие отчиталось еще в конце октября. Соответствующее видео размещено на сайте организации. «Ойл Тиммаш» на достигнутом не останавливается и продолжает поиск новых деловых партнеров. Так, на международной нефтегазовой выставке достигнуты договоренности с производителем блочного оборудования в Абудабе об организации технического семинара в Кувейтской нефтяной компании. Свои технологии «Ойл Тиммаш» продемонстрировал Министерству нефтегаза Южного Судана. Проведены соответствующие переговоры. Кумертауские огнеборцы отметили юбилей городской пожарной части. Подразделению накануне исполнилось 50 лет. В честь события во Дворце угольщиков собрались действующие работники и ветераны. Поздравили их начальник республиканского управления МЧС генерал-майор Марат Латыпов и глава администрации Борис Беляев. Свой полувековой юбилей отметила пожарная часть 58. Основной задачей службы является охрана Кумертаусского авиационного завода от пожаров. Предприятие является объектом повышенной пожарной опасности, поэтому перед огнеборцами стоит ответственная задача. Кроме этого, часть оказывает помощь в тушении пожара в городской службе. Организацию всей работы ПЧ-58 увидел начальник главного управления МЧС России по республике Башкортостан генерал-майор Марат Латыпов. Перед началом торжественных мероприятий Марат Раисович встретился с личным составом пожарной части, посмотрел служебные помещения, оснащение и технику. В целом по республике она в своем роде одна такая пожарная часть, которая охраняет непосредственно одно предприятие. Конечно же мы ее привлекаем и для тушения и ликвидации различных последствий и на другие вопросы в городе и в районе, но основа этой части – это защита КУМАП. Своей задачей она справляется. Есть, конечно, многие вопросы, которые нужно решать. И я вижу о том, что руководство КУМАП подошли творчески к этому юбилею, хорошо подготовили пожарную часть и надеюсь, что такое сотрудничество у нас будет и в дальнейшем. Почетным гостям организовали ознакомительную экскурсию по городу. Одной из площадок стала школа номер 10. В образовательном учреждении созданы кадетские классы с разным направлением обучения. Гостей встречал рот и главы с показательным выступлением. Особый интерес вызвал у гостей класс МЧС – будущая смена спасателей. Гости пообщались с детьми, посмотрели материально-техническую базу школы. Очень понравилось и позитивное впечатление от этого города, от объектов. Особенно, конечно, я как председатель совета ветеранов, мы очень много работаем с детьми. Нам очень понравилось ваше кадетское направление в школе. Это действительно очень хорошее решение. Разные направления дети участвуют в разных направлениях. Очень широкое развитие. И мне, как человеку, как ветерану, все это очень понравилось. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею пожарной части, состоялась во Дворце культуры угольщиков. Перед учреждением была выставлена и техника, которая стоит на страже безопасности горожан. Это пожарная лестница, снегоболотоходы, машины МЧС и другие. Каждый мог подойти, посидеть в кабине, сфотографироваться на фоне машин. В зале Дворца культуры собрались не только ныне действующие сотрудники части. Были приглашены ветераны службы, гости из соседних отрядов. С юбилеем представителей этой опасной и мужественной профессии поздравил глава администрации городского округа Борис Беляев. Во все времена защита и пожарная безопасность населения была важным и актуальным вопросом. Работники Федеральной противопожарной службы – это профессионалы своего дела, которых отличает огромная ответственность, высокий уровень дисциплины. Большое внимание обеспечению комплексной пожарной безопасности уделяется и в городском округе города Кумертава. Благодаря слаженной работе на территории города не допускается массовых чрезвычайных ситуаций. Почетные грамоты вручены сотрудникам пожарной части за многолетний труд и личный вклад в обеспечение пожарной безопасности населения города Кумертава. Поздравил коллег, начальник главного управления МЧС России по республике Марат Латыпов. Девизом службы является не только спасение и оказание помощи, но и предупреждение чрезвычайных ситуаций. И эта работа гарнизонам поставлена на хорошем уровне, отметил он. Первым делом это предупреждение пожаров, а потом уже тушение. Это говорит о том, что предупреждением мы занимаемся успешно, а если происходят пожары, то мы в течение этого времени, когда мы дежурим, мы обучаемся, мы готовимся ко всему. И это обучение происходит на этой базе, которая называется пожарной частью. А пожарная часть у нас сегодня, как мы увидели, она готова. Она отвечает практически всем современным требованиям, норм. И даже остались те раритетные станки по навязке рукавов, допустим, которые я давно уже и нигде практически в гарнизонах других не видел. Я попросил бы сохранять вот это вот состояние вот этой части, приумножать ее. За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности людей, а также добросовестную работу, сотрудники пожарной части были награждены медалями МЧС России за отвагу на пожаре, за сотрудничество во имя спасения, а также за отличие в службе. В этот день в адрес сотрудников пожарной части звучало много добрых слов и пожеланий. Поздравил пожарных заместитель управляющего директора по персоналу Акционерного общества Кумертаусской авиационной производственной предприятии Олег Фролов. Гордо идти по выбранному пути, быть каждый день в отличной форме. Счастья вам, вашим близким, семьям, здоровья и благополучия. Немалых 8,5 лет инженером по охране труда на одном из крупных предприятий страны – авиационном заводе – трудилась в свое время Галина Чудакова. Галина Степановна с теплом вспоминает своих коллег и годы работы. Было строго, было очень и очень и очень нужно, потому что наша работа требовала то, что по технике безопасности, по сварочным работам, по всем вот этим мероприятиям приходилось мне отвечать, проводить инструктажи, вот эти постоянные какие-то напоминания, обход цехов. Что пожелаете коллегам? Коллегам здоровья, здоровья и здоровья. На торжественном мероприятии в адрес виновников торжества прозвучало много добрых пожеланий – крепкого здоровья, семейного благополучия, ну и, как сами пожарные говорят, сухих рукавов. В этот знаменательный день хочу поздравить всех ветеранов и всех коллег и пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия и наших традиционных сухих рукавов. Праздник украсили выступления сотрудников пожарной части, а также коллективов художественной самодеятельности города. Альгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмен, телекомпания «Арис». Кумертауские бизнесмены побывали в Уфе на церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Предприниматель года». Кого из наших бизнесменов ждала награда, расскажет Роман Бекулов. Кумертауские бизнесмены побывали на церемонии награждения республиканского конкурса «Предприниматель года-2018». В Уфе были подведены его итоги. В числе награждаемых оказались и представители из нашего города. Лилия Аминева Лилия Фанировна, индивидуальный предприниматель город Кумертау. В торжественной обстановке победители и лауреатов конкурса награждали за лучшие проекты. Такими оказались Лилия Аминева, она получила награду в номинации «Успешный семейный бизнес», Алексей Ершов, его наградили в номинации «Лучший предприниматель года в сфере внутреннего туризма», а также Азамат Юлдыбаев, победитель в специальной номинации «Успешный бизнес-старт». Хотелось бы огромное спасибо сказать моей семье. У меня большая семья теперь, недавно родилась дочь. Также хотелось сказать спасибо моей команде, администрации города Кумертау, агентстве второго развития. Большое спасибо. В рамках конкурса в первую очередь рассматривались экономические показатели и социальная активность. За победу в номинациях вручался эксклюзивный кубок. Кроме кумертауских бизнесменов, участие в конкурсе принимали и наши соседи, и из Куяргазинского района. Предприниматель Минибай Якшибаев стал лауреатом в номинации «Предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли». По словам председателя Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, наш город показал отличные результаты. Я считаю, что замечательно работают у вас все институты поддержки предпринимательства. И вот как свидетельство этому, то что, ну вот у меня ощущение, ребята раскованные, интересные. И вот даже без этого праздника, достаточно часто у меня бывают предприниматели с Кумертау, но с совершенно интересными идеями и предложениями. Однако сами предприниматели признаются, что бизнес в Кумертау – это дело нелегкое. Тяжело. Мы сами знаем, в каких условиях наш город пытается сейчас развиваться, уже развивается, в общем-то. Но у него отличные перспективы, хорошее будущее. Мы сами знаем, какой он красивый и как он привлекательен для людей не только Башкортостана, а вообще России. Тем не менее, появляются новые интересные проекты. Победитель в номинации «Успешный бизнес-старт» Азамат Юлдыбаев признался, что это не первый конкурс для его бизнеса. У нас еще тоже есть награды. До этого получали время признания в городе. Еще есть награды. Ну, копилка, то есть больше доверия клиентов. Нам очень приятно. Хочу выразить огромную благодарность своей команде, Мартиру и Руслану. Они очень дружны и профессиональный коллектив. Роман Беккулов, Уфа, телекомпания «Арис». В 12-й школе начали оформление документов для участия в программе поддержки местных инициатив. В прошлом году проект учебного заведения не выиграл в конкурсе. В этом году родители и педагоги настроены более решительно. Новая заявка по старой проблеме. Школа номер 12 готовит документы для участия в программе поддержки местных инициатив. По нерешенным вопросам. Напомним, в прошлом году образовательное учреждение принимало уже участие в ППМИ, но безуспешно. Проект не набрал необходимых баллов. Причиной в том числе может быть низкий процент софинансирования со стороны населения. Чем больше процент собираем от родителей, тем больше проходит по балльной системе. От количества спонсоров, участвовавших в поддержке этого проекта, больше вероятность победы. Но родители и педагоги решили не отступать. В этом году на общем собрании принято решение вновь попытать удачу в программе 2019 года. Директор школы Оксана Миченкова рассказала о наиболее волнующих проблемах, требующих финансовых средств. Это капитальный ремонт полов, замена оконных блоков и асфальтирование беговой площадки. Большинством голосов определили наиболее актуальные из них. Как и в прошлом году, родители выбрали ремонт полов. Это еще раз показывает реальную заинтересованность участников реализации этого проекта. Я проголосовала уже второй год подряд за проект, чтобы поменялись полы в нашей школе. В этой школе у меня учатся двое детей. Конечно, при входе мы все видим, полы надо поменять. Тем более, это будет намного легче. Документы уже собраны, сметы подписаны. Деньги, часть денег собрана тоже уже. Поэтому не составит, думаю, никаких трудов до собирать необходимую сумму, чтобы наши дети учились на новых красивых полах. Нужно. Говорили же, с момента постройки этой школы здесь не менялись полы. Уже более 50 лет, 51 год в этом году. Периодически надо все равно это все менять. Каждый год это все как бы обновляется. Но то, что находится внутри, это же тоже. И с точки зрения санитарной, гигиены, это тоже надо менять периодически. Ну, как бы это актуально для школы. Поменять полы. Родители решили также оказать помощь в выполнении работы. Это в том числе подготовка к ремонту, уборка после него. Для своих детей мы как бы не для кого-то, а для своих детей. И помогаем также. Вот и совет отцов сейчас как бы какую-то посильную помощь собирается оказывать. Оказывали мы какую-то помощь в подготовке там что-то сделать. По словам директора школы, полы действительно в плохом состоянии. Поэтому она полностью поддерживает такое решение родителей. Победа в конкурсе позволит улучшить эстетический вид школы. Но остальные вопросы школа попытается решить путем участия в грантовых конкурсах. На мой взгляд, родители выбрали самый актуальный проект для нашей школы. Мы предлагали три проекта, но полы – это наша самая большая проблема сейчас. Потому что температурный режим на школе соблюдается. Поэтому окна, конечно, у нас старенькие. Но, тем не менее, это не так актуально, как полы. А полы, конечно, требуют ремонта. На собрании выбрали состав инициативной группы. Они будут помогать в оформлении необходимой документации, осуществлять контроль качества работ. Что касается софинансирования, учитывая опыт прошлого года, принято решение собирать не 10%, как это было ранее, а 15% от стоимости проекта, чтобы было не только участие, но и получить победу. Айгуль Мухаммедшин, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В свою очередь, инициативная группа третьей школы также подала заявку для участия в программе поддержки местных инициатив. Напомню, по этой программе можно получить средства из республиканского бюджета для благоустройства или строительства любого объекта, находящегося на муниципальной территории. В сфере ППМИ в Кумертау богатый и позитивный опыт. Есть немало по-настоящему серьезных достижений, которыми можно гордиться. Самое главное, программа зарекомендовала себя как оперативный и действенный способ решения актуальных вопросов развития территорий. Она востребована среди жителей нашего города. В новом 2019 году школа номер 3 также желает принять участие в проекте по поддержке местных инициатив. На школьном собрании родители вместе с учителями решали, какой проект наиболее актуален для школы. Заменить окна, обустроить беговые дорожки или же заасфальтировать территорию школы. На сегодняшнее собрание жителей микрорайона 3-й школы мы выносим на обсуждение 3 предложения, проекта и надеемся на их поддержку для вхождения в программу поддержки местных инициатив. Мы первый раз участвуем в этой программе, входим в эту программу. Но надеемся на то, что опыт будет удачным. Во всяком случае, мы очень в это верим и хотим этого. Большинство родителей проголосовали за замену оконных блоков. Из-за их веткого состояния, несмотря на проводимые работы по их утеплению и подготовке к зимнему сезону, в кабинетах холодно, что создает огромные трудности для соблюдения требований температурного режима, определенного санитарно-эпидемиологическим минимумом в образовательном учреждении. Установка новых окон позволит поддерживать оптимальный температурный режим для учащихся и придаст ему современный вид, создаст комфортную ситуацию. Мы считаем, что это очень интересная и значимая для нас программа, потому что она позволяет решить ряд наших проблем. А такие проблемы, наверное, есть у каждого учебного заведения. Если говорить о нашей школе, то мы видим одну из самых главных своих проблем – это, конечно, проблема с заменой оконных рам, оконных блоков. Потому что эта проблема, если мы ее решим, она позволит нам сберечь тепло раз, нормально осуществлять проветривание, то есть выполнять санитарно-гигиенические нормы. Уникальность проекта в том, что он позволяет объединить ресурсы муниципалитета, республики, финансовые возможности граждан и направить их на решение социально важных проблем. Подробнее об условиях участия в программе рассказал куратор программы Алексей Миронов. Бюджет, согласно программе ППМИ, выделяется не более 1 миллиона рублей. Остальные, значит, это от 10 и до 15 процентов выделяет муниципалитет, и от родителей от 5 до 15 процентов. Но вот если взять из опыта прошлого года, когда участвовало 7, значит, было 7 проектов, 7 учреждений участвовал, прошло 3, как вы знаете, да? Остальные не прошли просто потому, что они не набрали тех 15 процентов, которые, то есть прошли, значит, прошел проект, у которого, значит, родители, юридические лица 15 процентов своей обеспечили. Деньги по решению конкурсной комиссии выделяет республика. В случае победы 15 процентов от стоимости проекта вкладывает муниципалитет. От 5 до 15 процентов родители. Итоги будут подведены в апреле следующего года. По словам инициативной группы, это только начало, и в планах у них много проектов, которые нужно реализовать. Пожелаем им удачи. Рената Гайсина, Валерий Козлов, телекомпания «Арис». Члены клуба «Юный дипломат» из первой школы побывали на международном форуме в Обнинске. Форум под названием «Дипломаты будущего» был организован при поддержке Министерства иностранных дел. Участвовали подростки из России, Белоруссии, Сербии, Болгарии и Франции. Они пообщались с действующими дипломатами, посетили ряд объектов и мероприятий. Ученики школы номер один «Гармония» посетили международный форум в Обнинске. Первый наукоград России принял 97 участников клубов «Юных дипломатов» всей страны. Там были ребята из Калининграда, Владивостока, Тольятти, из Ростова-на-Дону, Москвы, Переславли-Залеска и были мы. В события такого уровня не могло остаться без внимания Министерства иностранных дел России. К этому сейчас движению молодежному очень пристальное внимание. И даже сам министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров прислал приветственное письмо, в котором он поздравил ребят с участием в этом форуме. Выразил надежду, что ребята получат знания и навыки, которые им пригодятся в их будущей жизни. Помимо этого они научатся какой-то дипломатической культуре. И сказал, что огромное значение сейчас придается поддержанию диалога с молодежью. В составе команды из Кумертау было 9 человек. Кроме основных мероприятий, направленных на получение опыта общения, ребята получали дополнительные знания на экскурсиях. Мы посещали очень полезные информационные экскурсии. Например, мы были в здании МИДа, нам проводили экскурсии по музею МИДа, рассказывали историю дипломатии. Мы были в МГИМО, нам рассказывали, как работает МГИМО, как можно туда поступить, на какие направления. В общем, именно сама конференция, сам форум был направлен на то, чтобы показать ребятам саму суть дипломатии, как она работает, как работают дипломаты, и что нужно делать, чтобы стать хорошим дипломатом. Кроме дополнительного образования, ребята получили и новый опыт, и яркие впечатления. Лично для меня был очень интересен опыт, знакомство с людьми из совершенно других регионов нашей страны, потому что у нас были ребята от Калининграда до Владивостока. И вроде бы они и так далеко друг от друга, но эти различия не были ощутимы. Самыми запоминающимися для участников форума стали дипломатические игры. Также, например, на игре «Что, где, когда» юных дипломатов впечатлили исторические загадки. Один мужчина никак не хотел поклоняться царю. И царь, чтобы он все-таки поклонился ему, взял дверь и сделал меньше, чтобы он как только заходил, сразу поклонялся. И как этот мужчина зашел, не поклонившись. Ну и он зашел, получается, задом. Развернулся, на корочках зашел, и только поднялся, и только потом повернулся к царю. Клуб юных дипломатов планирует развиваться и посещать всероссийские мероприятия. В прошлом году, когда он был только открыт, в России клуб был седьмым. А в Башкортостане он и сегодня остается единственным. Роман Бекулов, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Новый сборник литературных произведений кумертауских писателей накануне увидел свет. Назвали книгу «Зимняя радуга», а посвятили 65-летнему юбилею городского округа. Торжественная презентация прошла в БРГИ номер 3. В минувшую среду в здании Башкирской республиканской гимназии «Интернат номер 3» прошла презентация сборника произведений 33 авторов – поэтов и писателей нашего города на башкирском, русском и татарском языках. Кумертауская писательская организация является активным участником в жизни города. И в честь юбилея кумертау был издан сборник «Зимняя радуга». «Пусть любовью мой город задышит, пусть по городу дети спешат, пусть все люди друг друга услышат, пусть над городом вальсы звучат». Это стихотворение Николая Пивоварова. Еще раз всех поздравляю с этим замечательным событием. Мы ждем от вас новых и новых сборников, не только юбилейных, ежегодных, которые будут издаваться в нашем городе силами нашей писательской организации. За два десятилетия писательская организация нашего города издала четыре альманаха и сотни сборников. Издание каждой книги – большая радость для любого писателя, будь он опытный или начинающий. И этот успех наших талантливых земляков разделили почетные гости и школьники. Имя «Зимняя радуга» настолько продуманное имя для этого сборника, потому что летнюю радугу мы все видим. По крайней мере, никто в жизни не мог говорить, что летнюю радугу мы тут не только один раз, много-много раз видели, а зимнюю радугу видит тот, кто хочет видеть, кто умеет видеть, кто может смотреть на эти вещи. Это, скорее всего, от души, когда мир воспринимается, от души принимаются взгляды людей и так далее. В этом сборнике, по моим взглядам, собраны те произведения наших коммерческих писательских организаций, которые они умеют видеть, мир смотрят другими глазами. Авторы сборника не просто так назвали его «Зимняя радуга». Названием писатели хотели показать, что время появления города на карте – это февраль. А также они имели в виду разноцветия авторов, людей разных поколений, национальностей, пишущих на разных языках и в разных жанрах. Руководитель писательской организации Рима Расланова представила новый сборник. Пишущих людей объединяет слово. Мероприятие прошло в дружелюбном, непринужденном, интересном диалоге авторов с читателями. Выступления поэтов и писателей сопровождались концертными номерами работников и учащихся БРГИ. Писатели и поэты читали стихи, вошедшие в литературный альманах. Рената Гайсина, Валерий Козлов, телекомпания «Арис». 18 ноября по всей стране были организованы мероприятия, посвященные подвигу казаков при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. День памяти прошел и в селе Ермолаево. На территории Свято-Тихоновского храма состоялся турнир по рубке шашкой. На территории Свято-Тихоновского храма села Ермолаево состоялся фестиваль казачьих боевых искусств, а именно турнир по рубке шашкой. Он посвящен 77-й годовщине подвига казаков кубанской кавалерийской дивизии при обороне Москвы. Кубанские казаки армавирского полка, они ценой собственной жизни остановили наступление фашистских танков. Все они погибли, и сегодняшний турнир призывает всех участников, и не только участников, и зрителей воздать память героям и чтить прошлое своим участием в данном турнире. В этот день отмечаются и церковные даты – 101-е годовщина избрания на патриаржий престол святителя Тихона, имя которого носит храм в селе Ермолаево. После церковного богослужения на торжественном открытии турнира почетный гость, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, благословил участников состязания на победы. Я хотел бы всем вам, дорогие участники, пожелать это стремление к победе, успехов, сил, терпения. С Богом! Люба! Люба! За помощь в организации мероприятия благодарственными письмами отмечены глава администрации Кувергазинского района Ахат Кутлу Ахметов и настоятель Свято-Тихоновского храма Отец Сергий. Рубка шашки не является официальным видом спорта, но есть носители казачьей культуры, которые стараются возродить и популяризовать забытые традиции. Поэтому с каждым годом становится все больше желающих попробовать свои силы в состязаниях. К примеру, кадеты казачьих классов на соревнованиях показали виртуозное обращение с главным оружием казаков. Но казак должен уметь не только рубить шашкой и владеть навыками фланкировки, считают участники турнира. Казак, во-первых, это воин Христов. Вообще, православный человек – это уже воин Христов. То есть он должен служить и защищать Родину. А казак, он должен все уметь. Казак должен много всего уметь. Во-первых, молиться, потому что казак без веры не казак. Во-вторых, рубка шашкой – это традиция уже. В любом случае, каждый казак должен уметь владеть шашкой хотя бы даже начальные навыки. Атаман станицы Успенской города Салават подъясовал казачьих войск Сергей Кулагин рассказал еще, как казаки помогают в охране правопорядка. У нас в Салавате станица уже с 2012 года. По благословению владыки был создан станица Успенская. Он нам очень помогает. На данный момент у нас до 15 казаков. Наша род деятельность – это наведение порядка в городе. У нас есть и секция бокса, рукопашная секция. Также мы заключили соглашение с Рыбнадзором. И сейчас в территории города охраняем реку от браконьеров. В турнире приняли участие газеты казачьих классов «Воскресных школ». Своё мастерство при фланкировке показали юноши и девушки из городов республики. Участники приехали из Стрелитамака, Салавата, Мелюза, Кумертал. Для каждой возрастной категории свои требования к выполнению упражнений в рубке шашкой. У кадетов три простых задания. Это рубка лозы без метки, рубка вывешенные лозы и рубка бутылки. Следующая категория – это начальная категория сложности, где уже взрослые мужчины будут рубить те же самые упражнения. И у нас ещё две категории уже для членов федерации. То есть категория белые темники, скажем так. У них пять упражнений – это рубка верёвки по меткам, рубка лозы по меткам, рубка лозы под шапкой, рубка бутылки и укол бутылки. В программе фестиваля казачьих боевых искусств были представлены и показательные выступления ребят, занимающихся в секции бокса детской юношеской спортивной школы. Пока в Дюшшай идёт ремонт, храм предоставил свой спортзал для занятий ребят. Почётные гости увидели выступление юных боксёров, поговорили с ними о достижении. Около четырёх лет. Успехи первенства разных, первенства на городах, по соревнованиям ездили. Самым юным участникам турнира по рубке шашки 10 лет. Несмотря на юный возраст, казачата достойно прошли все этапы состязаний. Как могут рубили прутья и баллон с водой. Конечно, ребятам предстоит ещё много тренироваться, но самое главное – они удержали в руках шашку. Затем свою ловкость и умение обращаться с оружием продемонстрировали опытные казаки. На минувших выходных в спорткомплексе «Прометей» завершился республиканский турнир по боксу на призы главы администрации. В соревнованиях в общей сложности приняли участие более 40 спортсменов из Башкортостана и Оренбургской области, в их числе 15 боксёров из Кумертау. Об открытии этого серьёзного спортивного форума расскажут Рената Гайсина. Эта неделя для города станет особенной. В Кумертау был дан старт открытому республиканскому турниру по боксу на призы главы администрации. В минувший четверг в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» прошла торжественная церемония открытия. Эй, джентльмены, дамы и господа, приветствуем всех на открытом республиканском турнире по боксу на призы главы администрации городского округа, город Кумертау, республики Башкортостана! Напомним, что этот турнир по боксу проводится в рамках соглашения по развитию опорных видов спортов Кумертау. Глава администрации нашего города Борис Беляев поприветствовал участников турнира и отметил важность развития как опорных, так и массовых видов спорта в нашем городе. Мы это делаем для того, чтобы наши мальчишки могли проявить себя на таком высоком турнире открытом, не выезжая на другие территории. То есть мы сегодня чувствуем себя хозяевами этого турнира и даем возможность нашим боксерам проявить себя, проявить свои способности, проявить свою силу воли для того, чтобы победить. Чем больше мы будем таких возможностей в городе создавать, тем больше ребятишек у нас будут заниматься спортом, в том числе и боксом. Поэтому мы всегда рады и всегда будем поддерживать наши все базовые и опорные виды спорта в городе Кумертау. Для города Кумертау базовыми видами спорта были определены греко-римская борьба, бокс и адаптивный спорт. В турнире принимают участие 48 спортсменов из близлежащих городов и районов Республики Башкортостан и Оренбургской области. Также на церемонии открытия присутствовали почетные гости, руководитель Федерации бокса Республики Башкортостан Ильфат Разяпов. Я очень благодарен, да, и сразу скажу, это главе города Кумертау Борису Владимировичу за вклад в развитие этого вида спорта нашего любимого. И благодарен нашим тренерам, которые здесь работают. С каждым годом динамика растет, и уровень бокса растет в городе Кумертау, и ребята появляются, ну и открытие этого турнира в этом году, честно говоря, мне очень приятно, я был удивлен. Очень прекрасные открытия и очень прекрасные бои, и я думаю, что мы на самом деле увидим скоро на мировом уровне, наверное, звездочек из города Кумертау. Этот турнир доказал, что развитие бокса в нашем городе продолжается. Судя по количеству участников, можно с уверенностью сказать, что бокс – популярный вид спорта, который развивает силу и выносливость, а также воспитывает характер. Одним словом, бокс – это спорт для настоящих мужчин. По окончании торжественной церемонии открытия состоялся финальный бой первого дня соревнований. Вот, молодец! Еще дальше! Первые места на турнире по боксу на призы главы администрации завоевали Артур Алимбаев, Иван Лыков, Родион Идрисов, Данил Монзиков и Алексей Степанов. Вторые – Илья Зыков, Альфред Саяхов и Алексей Агарков. Бронзу взял Георгий Андреев. Это последнее сообщение в рамках программы «Итоги недели». Я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова